Здравствуйте, друзья! На связи с вами снова Сергей Куликов, он же Моряк, и это Фокусы от Моряка. Я рад вас приветствовать на своем канале. В данном видео я покажу вам три элементарнейших плевых фокуса, которые точно вас их зрителей удивят. Ну, моих зрителей они удивили. Итак, давайте сначала колоду потасуем. Дадим подснять нашему оператору. Оператор как? Можно даже несколько раз. Можно несколько раз, да. Любовник, да? Да, да, да. Ну, видно сразу руки человека Москва-Владивосток. Почему? Итак, подсняли. Окей. Теперь мы возьмем две одинаковые карты. Я предлагаю взять двух ребят, которые играют роль шутов. Но шуты, как правило, знают все лучше всех, хоть и прикидываются дураками. Итак, сейчас я буду пролистывать колоду вот таким вот образом. Останови меня в любой момент. И запомни карту. Поехали. Стоп. Стоп. Вот здесь, да? Так, запомнила. Запомнила, да? Хорошо. Мы это все уберем. Перетасуем. Как думаешь, для каких целей мне сейчас твои эти джокеры понадобились? Не знаю. Если они все лучше всех знают, наверное, нет. Вот именно. Они все знают лучше всех. Поэтому одного я пошлю в один конец колоды. А другого я пошлю в другой конец колоды. И находясь в обоих концах колоды, они быстро и, главное, безошибочно определят твою карту. И, конечно же, оставят ее мне. Зажав между собой. Твоя карта какая была? Три червя. Три червя. А, круто. Поаплодируем нашим ребятам-докерам. Ну что ж, друзья, теперь давайте перейдем и посмотрим обучение на этот элементарный трюк. Друзья, прежде чем мы перейдем к обучению данному трюку, я хочу сказать, что для показа данного фокуса я воспользовался колодой Bicycle Outlaw. Это первая моя дизайнерская колода, которую я купил вообще уже очень-очень давно. Очень ей доволен. Очень мягкие карты. Всем рекомендую. Данные карты в скором времени появятся в моем магазинчике карт Моряка, где вы их можете, конечно же, приобрести. Но, а если же вы хотите еще больше фокусов, то прямо сейчас подпишитесь на мой канал и обязательно посетите мой сайт фокусы от моряка.ру. Там есть фокусы, которых нет даже на канале на ютубе. Ну что ж, давайте мы с вами научимся данному фокусу. Этот фокус элементарен, хорошо подойдет, кстати, для уличной магии. Но, 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 но что? Никакой подготовки в нем не надо, кстати. Итак, перед тем, как показать данный фокус, вы выбираете из колоды ловцов, да, тех ребят, которые будут ловить карту зрителя. Я брал джокеров, так что давайте джокеров мы и возьмем. Та-дам, тадам, а где же второй джокер? Где же второй? Вот он. Итак, берем двух джокеров. Вы можете брать две одинаковые карты, два красных туза, два черных туза, как угодно. Итак, говорите, что эти карты будут у нас, эти ребята будут у нас ловцами карт. Далее, вы навязываете зрителю карту, либо вы ее контролируете наверх, да, я оговорился, навязывать ничего не нужно, то есть даете зрителю запомнить карту, он ее запоминает. Это у нас семерка крести. Любым известным вам способом вы контролируете эту карту, да, как я делал. Я налистываю с брейком, далее я делаю дабл андеркат, то есть подснимаю эти карты, тем самым вывожу эту карту наверх. Далее, используя прием-перевод верхней карты вниз, я просто ее стасовываю вниз и вот так вот тасую. Тасую, могу немножечко потасовать, придерживая низы, да, вот так вот потасовать, придерживая низы, создать иллюзию того, что колода перетасована, но карта зрителя у нас снизу. Далее, что нам необходимо? Мы берем двух этих ребят, одного кладем наверх, да, другого кладем под низ и говорим, обрати внимание, эти ребята сейчас быстренько прошерстят всю колоду и что ты думаешь они найдут? Ты уверен, что они найдут твою карту? Да, черт возьми, паренек, они найдут именно ее. И вы показываете нижнюю карту, то есть чуть-чуть выдвигаете, чтобы зритель видел, что это тоже Джокер. Джокер и Джокер, две одинаковые карты. Далее, вы берете колоду вот таким вот образом, обратите внимание, большой палец сверху, остальные карты, вот эти, лежат на карте зрителя. Для чего? Для того, когда вы будете делать вот так вот, раз, два, три, вы отпустите все эти карты, колода вылетит к вам в руку, но вот эти карты, вот эти карты, вы пальцем вот так вот стянете и останется эта карта между Джокеров. То есть вот таким вот образом все это и работает. Еще разочек карта снизу, положили наверх, положили вниз, раз, два, три, вот она стянулась и вот она появилась. Вот такой вот простой трюк, друзья, а теперь, конечно же, переходим к следующему. Итак, друзья, мы продолжаем и второй фокус на очереди. Ну что ж, давайте, как обычно, для начала тасанем наши картишечки, тасанем хорошенько и в данном фокусе мы будем вместе с зрителем, вместе со зрителем выполнять необходимые действия. Итак, уважаемый зритель, мой зритель сейчас отошел, но роль зрителя буду выполнять я. Уважаемый зритель, отсчитайте примерно половину колоды и возьмите эту стопочку сверху. Ну, зритель, к примеру, отсчитывает и забирает эту стопочку себе. Да, мы свою стопочку, вторая стопочка остается у фокусника, мы ее перетасуем. Итак, уважаемый зритель, теперь ваша задача это повторять мои действия. Смотрите, что нужно сделать. Я беру свою стопку и показываю. То есть делаем вот так вот, отлистываем любое количество карт, переворачиваем, следом отлистываем любое количество карт, снова переворачиваем и потом какую-то карту откладываем. Эти карты мы убираем под низ. Понятно? Понятно. Итак, зритель переворачивает, какую-то часть карт снова переворачивает и первую попавшуюся карту откладывает. Эти карты убираем под низ. Отлично, друг, ты справляешься, поехали дальше. Переворачиваем, переворачиваем, первую попавшуюся кладем под низ. Не вопрос, говорит зритель, я повторю. Переворачиваем, переворачиваем и первую попавшуюся кладем под низ. Да, я не ошибся в тебе, парень Ты умеешь это делать Едем дальше Переворачиваем Снова переворачиваем И первую попавшуюся кладем под низ Зритель, конечно же, если он не балбаб, все это повторяет То есть переворачиваем Переворачиваем И первую попавшуюся также зритель кладет под низ Я делал свои действия, зритель делал свои действия Но что же происходит в результате? Происходит па-бам Па-бам И па-бам Получилось так, что мы вместе со зрителем выбрали одинаковые карты Точнее, выбрали карты, а зритель выбрал Я выбрал карты, а зритель выбрал эти карты-дубликаты Итак, друзья, давайте посмотрим, как же делать данный трюк Данный трюк элементарный, но нужна небольшая подготовка Подготовку можно сделать в процессе выступления Либо, наоборот, с этого фокуса начать Что вы делаете? Вы находите три любые карты И находите их, скажем так, ну, собратьев То есть красная пятерка, красная пятерка Черная девятка, черная девятка, красная дама, красная дама А одну из этих стопочек вы кладете поверх колоды Это будут карты, которые, карты зрителя Далее, эти карты вы делаете реверс Точнее, вы раскладываете их в обратном порядке То есть дама, девять, пять И в такой вот последовательности вы кладете их под низ колоды То есть получается здесь пятерка Здесь в обратном порядке пятерка Выступая перед зрителями, вы делаете тасовки с сохранением нижнего сбора Да, то есть вот эти вот карты С сохранением нижнего и верхнего сбора Для того, чтобы они, естественно, не перетасовались Так, потасовали Отлично, можно сделать какие-нибудь там ложные подснятия Далее, вы говорите зрителю Возьми примерно половину колоды Да, вот он, например, отщипывает И оставь ее у себя Нижняя колода остается у вас Но вам нужно ее перетасовать И в конце, когда остается немножечко карт Перейти на пробежку Что такое пробежка? Вообще, если вы не в курсе Найдите у меня на канале плейлист для начинающих Школа для начинающего Там все разложено Там вся база по работе с картами Итак, пробежку делаем Что это значит? Это значит, что мы тасуем по одной карте То есть вот осталось у нас немножко И мы переходим на тасовку по одной Раз, два, три, четыре, пять То есть мы вывели наверх пять, девять дам То есть сделали так же, как у зрителя Пять, девять дама Итак, мы продолжаем Теперь говорите вы зрителю Повторяй за мной Я буду делать вот так Пролистываешь часть карт Переворачиваешь их Пролистываешь еще часть карт Вместе с перевернутыми И снова переворачиваешь И потом первую карту Попавшуюся Кладешь Первая карта, которая рубашкой вверх лежит Ты ее откладываешь на стол Эти карты мы убираем под низ Понял, зритель? Да, да, я понял Ну, зритель, если не баобаб Естественно, он все поймет То есть он переворачивает одну стопочку Потом переворачивает еще немножечко карт с этой стопочкой И первую попавшуюся рубахой вверх откладывает на стол Эти под низ Далее Вы продолжаете Можете делать это прям синхронно Вместе То есть переворачиваете Переворачиваете Откладываете Эти под низ Зритель также переворачивает Переворачивает И откладывает под низ Ну и третью карту Можете брать 4 карты Можете брать 2 карты Это как бы без разницы Я беру 3 То есть эту карту первую попавшуюся снова под низ И зритель также перевернул Перевернул И первую попавшуюся под низ Все, фокус у нас готов Вы говорите, что смотри Мы делали все синхронно Но что у нас получилось? С этими словами вы переворачиваете карты И оказывается, что вы Выбрали карты одинаковые Вот такой вот трюк, друзья Ну а мы, конечно же, переходим к следующему фокусу Итак, друзья, мы продолжаем И на очереди третий фокус Уважаемый зритель Сейчас я буду пролистывать колоду Вот таким вот образом Ваша задача В любой момент меня остановить Где вы захотите И запомнить всего лишь две карты Это очень просто Уверяю вас Итак, поехали Стоп, сказал зритель примерно здесь И выбрал вот эти две карты Запоминаем быстренько Первая карта Запомнили Убрали ее в колоду Запоминаем вторую карту Запомнили Убрали ее в колоду Теперь давайте Перетасуем наши картишечки Хорошенечко Перетасуем Хорошенечко Чтобы у нас все получилось Чтобы мы не спалились Итак, дорогой друг А теперь Всего лишь на счет три Молниеносным движением рук И я найду твои карты Ты не веришь? Смотри Раз Два Три И остается две карты Вуаля Это они Да Это они Ну что ж, дорогой друг Теперь давай перейдем И посмотрим Как же выполняется данный фокус Друзья Наверное Кто-то заметил А кто-то не заметил Но В конце карты Вы подали все-таки Не карты зрителя Здесь в том-то и прикол Что это не фокус А скорее такой тест На наблюдательность Который надо делать быстро Если сделать быстро Большинство Ничего не засекет Да, есть люди Которые засекают Но вы просто с улыбкой Скажите Что это был тест На твою внимательность И все Итак Как же делать данный трюк Смотрите Мы берем две черных девятки Две черных тройки Вы можете брать Красные карты Ну обязательно только Они должны быть Все красные Либо все черные То есть не надо брать Здесь красные И здесь черные Это не будет работать Ну будет Будет конечно Но это будет хреновато Потому что лучше Когда все черные То есть вы можете взять Например Ну если вы возьмете Например красную тройку И красную девятку Ну Потом выпадет черные девятки То есть Ну получится ерунда Поэтому берите все черные Итак, я беру две черные тройки для этого фокуса, две черные девятки Смотрите, одну девятку крестовую я кладу вверх Пиковую тройку я кладу вниз Обязательно они должны быть разных мастей То есть не надо одинаковые класть Далее, эти карты мы кладем примерно вот так вот в серединочку Делаем брейк, да И говорим зрителю, что когда я буду вот так пролистывать, останови меня в любой момент И запомнишь соответственно карты, которые там попадутся Пролистываем, зритель говорит стоп, к примеру, да Мы засовываем пальчик сюда, но подснимаем там, где нам нужно И сбрасываем карты Эти карты кладем наверх Соответственно тройка, девятка наверху Быстро показываем зрителю карты Говорим запомни То есть девяточка, да, запомнил, мы убираем ее в серединочку И троечка, да, запомнил, мы убираем ее в середину Это надо сделать быстро После чего делаем тасовочку Делаем тасовочку, но главное, что нам нижние карты Надо держать наверху, так же как и верхние Все, делали тасовки, те карты нам уже не интересны, они затерялись И вы говорите, что сейчас я достану ваши карты двумя или там тремя движениями рук Далее вы кладете большой палец вот так, как в первом фокусе И на нижнюю карту кладете пальцы вот так Для чего? Для того, чтобы они просто у вас вот так вот спокойно съехали То есть вот такое вот, когда вы их будете выбрасывать, вы верхние карты придержите Эта колода вылетит, а эти карты останутся у вас в руках То есть вы говорите, на счет три я их найду Раз, два, три Да, вот это лишнее, мы ее уберем И говорите, вуаля, первая карта и твоя вторая карта Быстренько их так вот показываете и переворачиваете Ну вот и все, друзья, на этом все На связи с вами был Сергей Куликов, он же Моряк И да хранят вас боги моря и небес Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok